Продолжение следует... И в этот раз у нас будет какая-то довольно простая тема, а может и не простая, это зависит от того, как вы к этому относитесь. А вот вопрос, который прозвучал, был про то, что декоратор же вроде как добавляет функциональность в некоторый декорируемый им объект, функцию там или класс. А зачем его декорировать, если там уже есть такая функциональность? И это вопрос про штуку, которая называется интроспекция, про возможность каким-то образом коммуницировать с потенциальным пользователем нашего программного... Ну, программистам, которые используют наши наработки, коммуницировать относительно семантики работы наших объектов. Как правило, то, что называется семантика языка программирования, не входит в это понятие. То есть мы почти ни в каких языках программирования не имеем инструментов, ну, прямых языковых инструментов коммуникации, семантики, вот, передачи, описания семантики. Максимум, что мы можем сделать, это разрешить пользователю интроспекцию, и в питоне это очень просто делается с помощью, соответственно, модуля инспект. Может быть, мы до этого еще дойдем. Но от того, что пользователь, которому разрешили интроспекцию, увидит, что у нашего класса есть какие-то методы, у нашего класса, у нашей функции есть какой-то, допустим... Как я забыл слово-то? Какие-то аннотации, в которых что-то написано. Из того, что он это увидит, он никак не поймет, никак не обнаружит ответ на ваш вопрос, есть ли у данного объекта та функциональность, которую пользователь хочет запрограммировать. Потому что для этого нужен целый способ как-то вот описать эту функциональность. Фактически сначала ее запрограммировать, потом показать, потом прочитать код, а потом понять, что она есть. Таких инструментов, описания, семантики наших объектов нету, поэтому ответ на ваш вопрос, нет, такого инструмента нет, да и вообразить его очень тяжело. Да, только если это не такая дисциплина программирования. Вот об этом будем говорить в следующем семестре. Вы можете не просто в документации, а вы можете включить в требования к исходным текстам, которые вы разрабатываете, или в соглашение, да, в то, как вы это делаете. Можете туда включить четкое описание того, что про каждый метод будет написано, что он делает, допустим, в объекте, в классе. И тогда программист, глязя на вот такую техническую документацию, сразу поймет, нужно ли вы чем-то декорировать или нет. Давайте начнем. На самом деле сегодня тема длинная. Я когда-то давным-давно запланировал тему работы с файлами в нашем курсе, думал, что это будет такой день отдыха. Потому что, в отличие от сложных конструкций, с которыми мы имели дело до сих пор, мы будем делать с тем, с чем мы имеем дело всегда. Да, мы будем делать с файлами. Люди даже начали, как это, ну, в общем, озираться, да, растроганно. Ну вот, с файлами. На самом деле нет, никакого дня отдыха не предвидится. Вот, вы сейчас поймете, почему. Начнем с темы, которая не имеет совсем прямого отношения к файлам. Вот, это тема про оператор with, оператор работы с контекстным менеджером. Значит, эта тема смыкается с темой предыдущих наших разговоров про исключения. Я ее не стал тогда упоминать, чтобы и без того не запихивать вам в голову лишнее количество информации. Там и без того ее было много. Контекстный менеджер, на самом деле, это такая штука. Ну, давайте, не так, давайте мы сами его напишем. Такая штука, которая предназначена для того, чтобы выполнять какие-то задания, так сказать, в контексте, какие-то операторы. А при входе в контекст и при выходе из контекста делать всякие дополнительные действия. Причем делать их примерно в том же виде, в котором, помните, при обработке исключения у нас был клауза «файнали», который выполнялся вообще всегда. Вот так и здесь, чтобы не произошло внутри контекста, у него есть специальные действия, которые выполняются как клауза «файнали». Вот, значит, вот это просто на будущее закладочка такая, которую мы потом используем. У контекстного менеджера должно быть два метода, enter и exit. Действие, которое происходит при входе в контекст, и действие, которое происходит при выходе из контекста. Вот, ну давайте, enter, self, значит, вошли. Дев, exit, self, вышли. Что было не так? Нет, там какой-то var. А, да, зачем родитель-то? Какой-то чушь я написал. Вот, единственное, что у exit, кажется, есть параметр, и это не один. И это какие-то параметры, вот давайте мы его, давайте мы их тоже выведем. Что там в шпаргалке? В шпаргалке какая-то муть. Короче, давайте их выведем тоже, args. Вот. Все параметры, которые получает контекстный менеджер, когда из него выходит. Я вангую, что там будет какой-то объект, наверное, экземпляр нашего контекстного менеджера. Вот. И, например, возникшие исключения, если они были. Были исключения, вот отрабатывайте их. Вот примерно так. Во. Значит, смотрите. И мы говорим with c, s, cm, cm, sc. Ну, там, print c. Вышли. А, cm, ну, допустим, от true я. О, что произошло? Вот мы вошли в контекстный менеджер. Прямо здесь. Вызвался enter. Вот мы выполняем что-то внутри контекста. Вот это что-то. Вот мы вышли из контекстного менеджера. Вызвался exit, у которого ничего нет. Вот. Теперь давайте попробуем, попробуем более хитро сделать. Во-первых, давайте здесь все-таки пусть он возвращает return, serve, val. Вот здесь вот. Почему он написал, слышите, non? Хороший вопрос. Ну, потому что он ничего не возвращает. Вот этот, хотя нет, не знаю, слышите, не могу сказать. Действительно, как-то странно это. Почему он написал non? Это надо разобраться. Ну, давайте мы сейчас двинемся сначала вперед по рельсам, может быть, по ходу разберемся. А если нет, то я к следующему разу просто исправлюсь. Так. Да, это просто какой-то, да, да, какой-то, значит, мне кажется, что для того, чтобы, это надо почитать протокол, мне кажется, для того, чтобы он создал экземпляр, там нужен еще какой-нибудь метод. Да нет, enter, exit, больше ничего. Не знаю. Давайте мы тогда этот вопрос оставим на потом, в смысле я его не буду сейчас в реал-тайме, в реал-тайме. А давайте мы сначала return-self.var. Во-первых, впишем сюда вот такую штуку, чтобы в нашем экзите мог возвращаться как пустой объект, так и не пустой. Вот. Теперь давайте попробуем, значит, ну, все красиво. Давайте попробуем здесь вот какой-нибудь exception заразить. О, давайте даже не так сделаем. Вот у нас есть вот этот код, давайте в этот код еще впишем, еще впишем в конец вывод там, print done. О, значит, так выглядит у нас нормальная работа. Где done? А, это надо было, да, это надо было не здесь написать print done. Вот, вот так выглядит, вот здесь надо было написать print done, да? Вот, вот, вот так выглядит наш кусочек кода, когда ничего не произошло. Вот так вот выглядит наш кусочек кода. Когда произошло исключение. Обратите внимание на три вещи. Первое. Вообще никто эти исключения не обрабатывал. Они все к нам приехали в качестве параметра вот сюда. Да, это вот это вот, смотрите, вот она, это args. Исключение приехало в качестве параметра методу exit. Хотите, обрабатывайте. Не хотите, не обрабатывайте. Мы не хотели. Мы его только напечатали, вот, возвратили true. И, как видите, никакого обрабатывающего исключения не случилось. Мы поехали дальше. То есть exit, это exit? Да, это exit, это finally такой, да. А куда еще раз пишется, что exit? Обратно. Нет, это значение. А, это значение обрабатывается питоном. Я сейчас расскажу, зачем оно нужно. Ну, на самом деле, очень просто, зачем оно нужно. Это значение влияет на то, значение, которое возвращает exit, влияет на то, да, вот тут уже люди спрашивают, не вы один такой. В сети тоже люди сразу, значит, спрашивают. Это значение влияет на то, пропагируется ли это исключение дальше. То есть, будет ли оно зарезено обратно, и надо ли его дальше обрабатывать. В некоторых случаях мы можем принять решение, что вот то исключение, которое возникло, надо, пускай обработает тот человек, который с контекстом работает. А в некоторых случаях мы говорим, не, это нормально, годное исключение. Мы сейчас сами справимся, работай дальше. Да, если exit возвращает true, то мы как бы сказали, мы обработали эти исключения, и у нас хорошо, успешно. А если exit возвращает false, то, несмотря на то, что, обратите внимание, exit отработал, вот строчка, которую exit выдал, он пропустил это исключение дальше, снова его зарезнул, и в результате, не он, а механизм в питоне, который увидел, что exit возрастил false, да, и этот осервер приехал к нам, и никакого данного не случилось. Вот для этого нужно возвращаемое значение в exit. Чтобы обе, обе ситуации, то есть, это как бы отчет, мы обработали, обработали, приехавшие исключения или нет. То есть, у нас, получается, передается всегда только false? Нет, пустой, не пустой объект, я думаю. Ну, как обычно в питоне. А у нас может быть в любви контексте, например, 10 исключений, у нас такой простой, если 10 раз... Нет, так сказать, отрабатывает один раз, 10 исключений не может быть, потому что первый из них приведет к экзиту, к завершению контекста. Вот у вас был код, в коде же не было написано try, да, раз в коде не было написано try, то как только вот этот код свалится, на первом же исключении, мы попытаемся закрыть контекст. В 3.11 питоне ввели понятие групп исключений, но это именно группа исключений, это один объект с группированной исключением. И мы там их можем обрабатывать как хотим, но все равно они приедут именно в виде одного объекта. И этот один объект к нам приезжает вот сюда в ARX, в виде триплета. Тип исключения, конкретное исключение, и трейсбэк, стекфрейм, в каком месте оно произошло. Так что вот это всегда так. А если вы визите нету return, то в эту функцию как всегда? Return no, как всегда. Если у вас в функции нет return, return no. Ну, no, я так понимаю, это пустой объект вроде бы. И вроде бы он у нас должен был сваливаться. Ну, можно не убирать return, можно сказать ему no, да? Тайно. Ага. Вот, пустой объект. Не тайно. Да. Совпадает ли функциональность вот этой двуштуковины с тем, что вот мы бы написали функциональность enter, перед, try? Да, да, да. И finally, конечно. Фишка стоит в том, что вот это мы не пишем. Да? Контекст менеджер пишет за нас. А мы пишем вот это. А тут прям все красиво и чисто, и аккуратно. Да, значит, для дальнейших вопросов идите к контекст-либу. Вот это модуль, который работает с контекстами, позволяет самому совершать контексты. Не будем туда смотреть, времени нет. Давайте мы все-таки приближаться к теме профайлы, но все еще не достигать ее пока. Значит, следующий шаг. Это внезапно новый тип данных. Казалось бы, мы все знаем про типы данных. В общем, мы все уже слышали про типы данных в питоне, но нет. Аж два новых типа данных в питоне. Это байтовые структуры, байтовые строки и байтовые массивы. Значит, байтовые строки. Кажется, мы с ними уже встречались. Если не встречались, встретимся прямо сейчас. Выглядят довольно тупенько. И это строки. Вполне себе строки, да? Вот. Ну, короче. А как название? Б. Байтовые. А, название. Вы этого хотели? У них есть два главных отличия от обычных строк. Три. Третье отличие мы чуть позже разберем. Первое и главное, они состоят из байтов. Строки, если вы помните, состоят из Unicode символов. Точнее, все еще хуже. Строки состоят из Unicode символов, если там есть хотя бы один Unicode символ. А если только байты, то состоят из байтов. Но программист это не видит. Вот. Мы это, кстати, сегодня еще посмотрим. Да? А в случае типа байтов, это именно байты. Вы не можете написать вот так, например. Нет, так можете. Вот так не можете. Почему? Не почему. Не можете. Не можете, потому что вы не сказали, собственно, как вот эти Unicode символы надо в байты преобразовать. По какому принципу? Вот. Значит, первое свойство, что вообще-то говоря, байтовые строки, это строки. Смотрите, вон полный-полный багаж строковых методов. Правда, только носки кодировки. То есть код этого символа должен быть не выше 127. Анализовано как у нас введомленный обычный строк? Нет, конечно. Анализовано как просто байтовый массив. Вот. Обычные строки гораздо сложнее. Вот. Значит, байтовые строки. Во-вторых, у байтовых строк есть неожиданное свойство. Вот если вы берете из него секцию, то у вас получается байтовая строка. А если вы ее индексируете, у вас получается байт. Ну, мы же помним, что на самом деле даже строки, это такие очень странные последовательности. Они, с одной стороны, хранят строку, но, с другой стороны, когда мы их индексируем, они уже возвращают строку, то есть они конструируют новый, значит, новый этот самый объект, его возвращают. Соответственно, байтовые строки возвращают байты просто потому, что так удобнее. У байтовых строк на самом деле есть очень важный, вот у байтов, у типа байтов, очень важная роль. Все байтовые массивы, которые вам возвращает C, хорошо приезжают именно в формате байтов. Они один к одному преобразуются. Один в другой. Вот с Unicode там все не так просто. А с типом чар-звездочкой все очень просто. Надо знать размер, и вот этот буфер вы просто подсовываете питоновскому описишному, и дальше он из него конструирует объект. Поэтому, если вам приезжает чар-звездочка, то вот, видите, мы даже можем с этим чаром работать как с малым целым. А мы можем прописать такие вот, что один добавит, ну, как бы приписать на несколько? Нет, не можем. Мы можем, значит, байтовые строки, байтовые, они такие же, как строки. Да, то есть мы можем написать B плюс B, это пожалуйста. Да, и там B умножить на 8. А B, скажем, первое равняется 100, мы написать не можем, потому что он, эта строка не модифицируемая. Ну, нет, вот как B, B плюс 100 мы не можем написать. Как бы нельзя складывать байтовые строки с целым. А вот B плюс 100 мы, конечно, можем написать вот такое, да? Почему нет, это же целое число. Да? Еще раз, мы помним, что операция гитайтем, это всего лишь метод такой. Как хотим, так и реализуем. Вот в этом случае метод гитайтем байтовые строки возвращает байт, целое число. Почему нет? Мы так захотели. Это удобно, на самом деле. Потому что никто, как правило, в современном мире никто со строками, выраженными отдельными байтиками, не работает. А вдруг там будут не английские буквы. Да? Если нам приехал вот такой тип данных, скорее всего, это какие-то именно байтовые структуры. Мы это сегодня будем еще проходить. Вот. И это к вопросу о том, да, да. Значит, мне кажется, что ничего больше пока, что у байтцев мы и не увидим такого. А вот еще есть байт-арей. Да? И вот байт-арей, и это как раз такой список для бедненьких. Это такой, как лист, только содержит исключительно байты. Но зато у него есть куча всяких побочных эффектов. Его, например, можно изготавливать из, да, вот, байта-рей. Он такой же, он такой же, как обычный байтс. Вот. То есть у него есть всякие строковые методы, мне кажется. Давайте попробуем. Есть. Но у него есть, в отличие от, ну, он так же хранит байты, но у него есть, в отличие от типа байтс, волшебные свойства. О, волшебные свойства эти байты менять. Вот. Понятно, почему это удобно. Ну, к вам приехал, значит, вот этот самый массивчик, чар-звездочка. Вы хотите в питоне с ним полноценно работать. Вперед, вот, реализуете его как байты-рей и ходите туда. Понятно, почему это на самом деле встречается достаточно редко в козе. Дело в том, что общая модель данных – это список. Очевидно, что байты-рей не может быть равен обычному чар-звездочке, потому что мы можем внезапно сказать b.append, ну, скажем, v, и у нас размер его увеличится. Понимаете? То есть это такой очень странный чар-звездочка, который в любой момент времени может релацироваться. Помните, как работают списки в питоне, да? Что списки в питоне – это динамические массивы, которые занимают 2 степеней байтов, а когда туда добавляется очередной элемент, и память кончается, их размер внезапно удваивается, и они в другое место памяти переезжают. Поэтому моделировать какие-то низкоуровневые структуры данных с помощью байта-рей тяжело, у них нет прямого соответствия, они же и по памяти бегать могут. Вот. А списки у нас и так есть. Но в некоторых ситуациях удобно использовать байта-рей, когда вам нужно действительно работать с отдельными байтиками, потом все это склеить, потом сказать… То есть байта-рей – это вот листа, а байт-стрит – это вот очень… Да-да-да, совершенно справедливо. Нет, байт-стринг – это, разумеется, аналог стринга. Ну, стр, а не тюк. У меня тоже есть пэнк, ой, ну, не пэнк, а приусловно, тут склеить… Байта-рей – это аналог листа, слушайте, сапи, что говорите. А байт – это аналог стринга. Да. У байт есть там всякие конкретины? Здесь, конечно, мы только что это делали. Мы только что это делали, b плюс b, вот он. Да-да-да, все так, все так, ничего-ничего-ничего. Вот. Что? Шестнадцатеричное представление. А еще и обратное есть, смотрите. Да. То есть вы можете передать шестнадцатеричную строку шестнадцатеричному представлению, вот, а потом, значит, он ее превратит в байтики. Вот, такая дополнительная плюшка. Ну, раз это байтики, значит, легко. Обратите внимание, правда, на… Нет, не обращайте, вам не на что-то обращать внимание. Ну вот, вот эти два типа данных нам понадобятся. А если вам действительно нужны массивы малых целых, то вообще-то в питоне есть целый модуль array, который мы вообще не трогаем, хотя он и есть. И это настоящие массивы. В том смысле, что они континус, ну, как это по-русски-то, господи, непрерывную область в памяти занимают, там хранятся действительно те данные, из которых вы строите массив. Ну, короче говоря, это то, что можно тому же Си просто передать как кусок памяти, он с ним будет работать. Вот. Они бывают, если вам это очень интересно, вот таких базовых типов. И это ровно те самые типы, которые есть у нас в Си. Вот базовые типы самого массива перед вами. Нет, это базовый тип этого массива. Под названием массив, да. Под названием array. Действительно, это так хранится. Вот вы говорите. Я не хотел эту тему трогать, но раз уж вы спросили, да, этот объект имеет тип array. Так, и... Нет, ну, если для того, чтобы хранить где-то вот то, что хранится в array, нужно завести там список. Да, нет, не список, array. Ну, написано же array. Array от U. Это массив коротких целых, я думаю. Нет, коротких, беззнаковых, 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 этих самых байтов. Вот, вот, array от U. Да, или там array от, не знаю, Q. Это массив, Q маленький, это массив знаковых, супердлинных, восьмибайтовых. Массив. Фишка его в том, что он в памяти, как массив, его можно в C-шный API передать, и он будет с ним работать, как с массивом. И в этом фишка. А в остальном это, ну, такой вот тип данный. И то есть функция, которая непосредственно выделяет память, когда что-то? А как вы думаете, они сами там объекты заводятся? Нет, ну, то есть я думал, что просто как-то под коверный, я не должен. Да. Но так я же говорю, в C-шный API передать. Вам все равно придется завязать под ковер, если вы собираетесь на C писать. У меня был, поищите на Unix, есть две или три лекции про Python C API, которые не влезают больше в наш курс. Хотя мы там прям писали, прогламировали на C, делали модуль для Python на C и наоборот. Вызывали питонские функции C. Здесь вот, на сайте. Вот. Окей. Значит, мы все еще не прилезли к файлам, потому что у нас теперь встает вопрос. Итак, строки это Unicode, а bytes это байтики. Про то, как хранятся данные в виде отдельных байтиков, мы все понимаем. А вот про то, как хранятся данные в виде вот этого самого Unicode, в чем тут подвох. И подвох тут довольно большой. Значит, подвох большой, у нас нет времени на то, чтобы я очень долго распространялся, что такое кодировки, откуда они взялись и так дальше, скажу очень коротко. Когда-то давно, когда деревья были маленькие, а компьютеры большие, обещал коротко, байты экономились, и любые символы представлялись одним байтом. Для того, чтобы немножко упростить ситуацию, это все было стандартизовано. И была разработана стандартная кодировка, которая называется ASCII, в которой предписывалось первые 7 битов, каким конкретно буквам соответствует. В вашем байте 8 битов, кстати, не всегда так было, иногда в байте было 7 битов, иногда даже 6. Но это было очень давно. В вашем байте 8 битов, и если старший бит не принимать во внимание, и вернее, если старший знаковый бит равен нулю, то существует стандарт на то, какие конкретно символы должны означать байты, у которых вот такая вот битовая составляющая. У нас есть для этого функция ORD, которая, собственно, этим и занимается. А в случае байты-рей мы вообще один в один это происходит. Вот у нас есть байты-рей, или там байс, и мы говорим B, там нулевое равняется... Давайте проведем эксперимент. 44, шестинсеричное, да? А? Д. Ну, вот видите. Да? Вот. То есть, ASCII. Но у нас же осталось еще целых 127 символов, которые мы можем интерпретировать, как хотим. И добрые, значит, люди, которые изобрели Аске, сказали, ну вот все остальные символы в мире, пускай вот в эти 127 упихиваются. Добрые люди в мире, особенно японцы, сказали, что? Как это все остальные символы у нас? Ну, иероглифы. Что значит 127? Вот. Японцам сказали, как-нибудь сами разберитесь, они сами разобрались. И очень долго многобайтиные кодировки были еще несколько, у них было еще несколько стандартов. Но об этом разговор точно не будет. А все остальные сказали, ну окей, у нас есть еще несколько букв каких-то, мы сейчас их пренумеруем как-нибудь. Добавим, допустим, до 127, 200 это буква Е с точечкой, 201 это буква О с двумя точечками, вот это вот все. И из-за этого возникло понятие кодировки. Кодировка это соответствие некоторого числа конкретному символу, но это, так сказать, общее определение кодировки. Unicode это тоже кодировка, да? Вот таблица Unicode это вполне себе кодировка. Мы можем сказать, допустим, поискать, что мы хотели, какую-нибудь букву И, да? И, И я сказал, нет, я сказал И. Но коды points find, понятно, что много, вот. И нам будет написано, что в кодировке Unicode это вот такое число, вот, да. Ну, она имеет некоторое число, но оно, правда, вот здесь, оно так бы случайно двухбайтное, да? Двухбайтное, да. Вот. Вот. 0,4, 2, B. 0,4 это регистр русского, а 2, B это русская буква, значит. Вот, соответственно, а когда этих, когда мы пытались упихать все буквы всех, да, и вот с Unicode история повторилась, говорит, замечает человек в чатике, его тоже разных Unicode много, но на самом деле не совсем так. Все-таки таблица соответствия Unicode одна, вот она, да? Да, это вариантов Unicode-образных кодировок много, но вообще кодировок на свете бесконечно много, это известно. Та самая шутка, что у нас есть 8 стандартов, мы делаем 9 стандарт, 8 совершенно различных стандартов, мы делаем 9 стандарт, который объединяет их все, у нас получается 9 совершенно различных стандартов. Так вот, значит, кодировка, это некоторые правила сопоставления символов, и если кодировка однобайтовая, то одни и те же символы могут согласно кодировке означать разные начертания букв, то есть соответствовать разным значкам. Вот в этом и день. Дела ухудшились с появлением кодировки, которая называется UTF-8, она неизвестна, скольки байтовая. В ней аски символы однобайтовые, некоторые символы двухбайтовые, а некоторые могут быть и трех. Я, например, с ужасом обнаружил, что символ ромбик, он трехбайтовый. Вот. Ну, в общем, а бывает и четырех. Ну, короче, неизвестно, да. Командочка стреллен, вернее, функция стреллен в C, внезапно стала так интересно работать, потому что вместо того, чтобы поделить на количество байтов, надо смотреть, какие из них какие. Такая вот неприятность. Вот, кодировки. Значит, кодировки, кодировки. Что в питоне? В питоне все, в общем, просто. Внутреннее представление строк в питоне, байты, это байты, а строки в некотором унивицированном юникозе, который напоминает кодировку UCS16, то есть четко двухбайтовый код. Вот когда мы говорим, там у нас есть какая-нибудь строчка, да, а орд, отс, а нулевое, это 1081, да, это а маленькая русская. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Что там? И краткая, да? И краткая маленькая русская. Вот, видите, да, это и краткая. Вот это соответствие есть. Внутри питона символы, отличные от аске, хранятся в кодировке. Более того, я вам даже больше что скажу. Предположим, у нас тут есть вполне себе латинский символ. 119, но все равно там будет написано 0,119, то есть он будет занимать 2 байты. А вот когда вы хотите вывести на экран, например, вот эти буковки, яйцуйку, в вашей операционной системе, эта самая яйцуйку будет отнюдь не в кодировке UCS16. Если это Linux, скорее всего, UTF8. Тот самый UTF8, у которого размер одной буквы вообще непонятно сколько. И его надо каждый раз переводить туда и обратно. Когда вы выводите данные, они переводятся в ту кодировку, которую вы указываете. Когда вы вводите, они переводятся из той кодировки, которую вы указываете, в универсальное представление, тот самый Unicode. Трудно объяснить людям, зачем современным, зачем нужно так много кодировок. Но сейчас я попробую это сделать, потому что это все еще существует в нынешние времена. Представим себе ситуацию, что вы редактируете вашу MP3-коллекцию, а там теги. Разумеется, они приехали с фиг знает каких операционных систем, с фиг знает каких времен и так дальше. Вот. И выглядит это всего примерно так. Значит, выглядит это всего примерно так. У вас есть какие-то байты. Допустим, это у нас Unicode-ные штуки, а у вас именно байты. Да, значит, txt.decode, только encode, естественно. Unicode я сказал. Ну, допустим, кодировка была Windows 12.51. Вот. Вот такие вот байты. То есть вы туда заглядываете в вашу коллекцию, а там вместо букв вот это. Вы говорите редактору тегов, ну, давай преобразую его во что-нибудь. Да? Вот это у вас тег такой. Вы говорите, ну, покажи мне, что это за... Переведи это. Он говорит... Да. Он говорит, вот, вот у вас было написано вот это. Я не знаю, я буквально вот полгода назад последний раз с этим сталкивался. Залезаешь в какой-нибудь этот самый, там текст в какой-то 8-битной кодировке, сама кодировка не указана, а по умолчанию латин один. Смотрите же, прекрасно перекодировалось. Всем видно, да? Вот все буквки на месте. Именно это и было там написано. Нет, нет, а что там, другая кодировка? А какая? Да? Вот, еще раз. Вот, допустим, допустим... Не бывает, в принципе, одной кодировки, потому что в один байт невозможно запихать все символы мира. А почему это один байт ограничилось? Не обязательно, но вы уверены, что все программы работают с буквами неоднобайтовыми? Вот все нынешние программы. Если бы когда-нибудь в те поры, когда компьютеры, все компьютеры были маленькими, большими, а деревья маленькими, договорились о том, что один символ, это не один байт, а, скажем, 4, то есть в 4 раза больше, наверное, проблем бы не было. Но никто так не делает. Никто так не делает настолько, что, например, в кодировке УТФ-8 аске символы занимают 1 байт, русские буквы 2 байта, а, скажем, вот тот самый символ Робик 3. Все плохо. Так пошла эволюция. Пошла она, ну вот, не по прямой. Так что страдайте. Вот. Все еще хуже. Дело в том, что для разных языков существует много разных кодировок. Итак, до одного языка существует много разных кодировок. Смотрите, вот я была кодировкой Windows 1251, у нее одни байтики. Вот кодировка КОИ-8, у нее другие байтики. То есть, если мы сейчас попробуем декодировать наш текст, который записан в кодировке КОИ-8, думая, что эта кодировка Windows 1251, мы получим всякую ерунду, да, и наоборот. Почему нельзя было хотя бы, ну, добавить несколько байтов дополнительных служебных, которые будут... Куда? В чар-звездочка? В какое место чар-звездочка надо добавить дополнительные служебные байты в начало? То есть, ваша строка будет начинаться не с буквы, а с каких-то служебных байтов. И все должны об этом договориться. Печатные машинки должны об этом договориться, да? Электрические печатные машинки, которые ты вставляешь, передаешь туда строку, а она выводит ее. Телетайпы. Они тоже должны об этом договориться? Понимаете, да? То есть, это как бы мы еще не дожили до такой информационной связности, когда весь мир может договориться о... Вы сначала договоритесь, чтобы разъемы на телефонах были одинаковые. И уже не первый раз. И все равно у этих... У айфонов они какие-то другие. Будет, будет. А в прошлый раз они говорили, что у них будет микро-СБ. Да вы что? Вы в Британии были? Пытались туда что-нибудь воткнуть? Да, извините. Короче, БНОПНЯ. Вот я получил БНОПНЮ, кстати. Вот, настоящую. Да? Когда сообщение было... Ну, короче, вот. Почему я говорю про БНОПНЮ? Я довольно долго работал с системным администратором факультета. У меня машинки были под управлением Unix-подобных систем. Там 8-битная кодировка в те поры, это были еще в прошлое тысячелетие, была КОИ-8. А пользователи, разумеется, писали в кодировке Windows, потому что пользовались Windows. Никакого способа указать кодировку где-то в отдельных байтах, разумеется, не было, да его и сейчас нет. Поэтому, когда человек писал мне, да, разумеется, почтовый клиент, которым пользуется пользователь, он вообще ничего не знал про кодировку и выставлял туда латин один, тот самый. Поэтому, если человек пишет мне письмо в таком вот виде, то мне либо приезжает вот это, либо, если говорю, нет, это был русский язык, ну, тогда вот это. А на самом деле человек говорит вопрос, двоеточие, ну, и спрашивает вопрос, задает вопрос. Вот, по мне, на пня был еще бхм-бхм-бхм-бхлюмхэ, это внимание. Такие дела. Значит, как это устроено внутри питона? Внутри питона, как я уже сказал, есть довольно забавный, прозрачный для обычного пользователя способ поэкономить байки. Смотрите, у нас есть, допустим, строчка. У нас есть строчка, допустим, состоящая только из оске символов. Вот. И вот этот объект, кве из трех байтов и еще заголовка, занимает 52 байта в питоне. Ну, понятно, почему 52. Потому что это описатель объекта, ссылка на строчку, сама строчка, ноль в конце, размер, хэш. Все это там есть. Вот это все сюда входит. Ну, допустим, если мы добавляем туда один байт, мы видим, что они отличаются на один байт. Да? Стоит в эту строчку добавить хотя бы один байт не из оске, как она начинает храниться в другом формате. Вот. В формате у Unicode, в формате UCS16, по два байта на каждый символ. И внезапно смотрите, как это все взорвалось. То есть, вот, я вангую, что здесь должно быть раз, два, три, четыре, пять, шесть, да на два, двенадцать байтов. Да? А остальное заголовок. Да? Восемьдесят шесть минус двенадцать. Это шестьдесят. Ну, там еще что-то будет, да. Ну, не важно. Важно то, что если мы сейчас начинаем добавлять даже по одному любой буквы, будь то буква латинского алфавита или какого-нибудь русского, да? Сейчас. Ну, я так не играю. Должна же быть эта буква. Я хочу эту букву. Да нет, ну, я так не играю. Она у меня не работает. Обидно. Я же должен же. Нет. Ну, не будет работать, не будет. Жалко. А, все, я понял, я русские буквы не включил. Ну, нехорошо, не важно. Там, ну, какую угодно буквы, да? Вот такую букву, вот такую букву в конце концов. Вот такую букву в конце концов. Вот, их все равно по 2, плюс 2 байта каждый раз. Не работает чипик, жалко. Что же это, и вот такое не работает, что ли? Работает. Странно, почему... Да, это существует, если мне кажется. Ну вот, так вот я к чему, да? Все это скрыто от пользователя. Вам не важно знать, что вот эта строчка представляется байтами, а эта двухбайтными. Во, тут люди просят ромбик. Я думаю, что ромбик просто не сработает. Хотя давайте попробуем ромбик. Ромбик надо еще найти. Так. Вы помните, как он называется в этом самом... Это же карточная фигура. Диамонт. Нет. По-моему, вот этот. Давайте попробуем. Ну, может быть, кстати, и пойдет. Это в УТФ он трехбатный, а в УЦС-то он двухбатный будет все равно. Вы не думайте. А когда мы копируем, как он какой-то герой? Ой, спросите, что полегче. Реально спросите, что полегче. Во-первых, в том же протоколе X есть четыре разных вида буфера обмена. Из них три системные. А, больше. Ну, короче. Да. Значит, это не имеет отношения к питону вообще никакого. Да, значит, список всех поддержанных кодировок. Вот он. Их тут довольно много. За дальнейшими вопросами можно сходить к модулинкодингс, только его почему-то что-то неправильное написал. Янко Динкс. Ну, а здесь что не так? Янко Динкс. Тут есть, тут нет. Не знаю. Что-то, что-то, где-то я обшибся. Давайте еще раз попробуем. Вот. Там может быть C русская, да. Это может быть. Это типичная вообще ошибка такая. Да, вопрос о какой кодировке. Правильно. Давайте попробуем. Мне кажется, что... Не все кодировки, разумеется, однобайтные кодировки полны и взаимооднозначны. Вы, например, не можете вот этот TXT декодировать в, допустим, вот в латин 1. Вы можете его декодировать? А в латин 3, допустим, нет. Ну, потому что латин 3 это кодировка для северных, что ли, стран, типа Норвегии, Швеции. И там этих букв-то буквально штук 5, а все остальные не определены. Вот они и не определены. Такие дела. Значит, причем первые 2, как видите, первые 3 даже, он перевел, а вот 0xF0 не входит в эту таблицу кодировки. Не все кодировки одинаково совместимы друг с другом. Вот. Все, мы наконец-то, не прошло и часа, мы наконец-то приходим к разговору про файлы. Значит, что нас интересует, когда мы разговариваем про файлы? Ничего абсолютно какого-то вот чудесного в файлах в питоне нету от слова совсем, за исключением одного соображения, но мы его увидим, и мы его, собственно, уже можем предугадать. Значит, берем какой-нибудь файл, допустим, ну-ка, да, не знаю, там, вот, вот файл, да, не торопиться, и говорим ему, f равняется open o по умолчанию, как-то я тороплюсь, не торопиться, по умолчанию на чтение, да, f.read, f.read. ну все, да, первый read нам читает все содержимое файла, а дальше он нам возвращает пустую строку, если read вам вернул пустую строку, это значит, что файл кончился, ни в каких других случаях он не может это сделать, ну или ошибка какая-то. Что? Что? Конечно, только без l. Вы этого хотели? Есть. Орид у нас читает когда-то не трогает количество. Все. Все. Но вы можете Ориду сказать, чтобы он прочел, скажем, 10. 20. Обратите внимание на одну неприятность. и объясните, почему так. Ну, позиция в файле. Это то, чего сик. Правильно. Тел в байтах, а возвращает он нам, конечно же, количество букв прочтенных. Из чего следует, что открытый по умолчанию файл текстовый и преобразуется из одной кодировки в другую. И мы этого не видим. А это есть. У нас же файл этот на самом-то деле. Смотрите. Вот он. Задампленный в шестеричном виде. Мы можем, кстати, его раздампить в шестеричном виде в питоне тоже. Сейчас мы это сделаем. У нас этот файл в действительности находится в кодировке именно что УТФ-8, потому что локаль такая. Здесь вот у меня на этой машине. И этот файл в кодировке УТФ-8. Питон, зная о том, что у нас локаль УТФ-8, при чтении из этого файла сам перекодирует в ВИНИКОД, нам ничего не говорит. Давайте это попробуем сделать. Итак, что мы хотим? Мы хотим узнать, какая у нас локаль. РУРУ УТФ-8. РУРУ это код языка, код страны, УТФ-8, или код страны, код языка, УТФ-8, это собственно локаль. В смысле кодировка. В этой-то кодировке Питон считает, что происходит весь вывод текстовых файлов, но при чтении оттуда надо преобразовывать ВУТ в УНИКОД, вот тот самый, который внутри Питон. Вот он и преобразует. Там, обратите внимание, кстати, другие последовательности букв. вот тут сейчас, давайте мы это еще раз сделаем. with open O S S F текст равняется F.read Вот. Кстати, оператор with на файле, тот самый оператор with, о котором мы говорили в начале. Файл является контекстным менеджером. Знаете, зачем так делать? Чтобы файл закрылся сам. Вот к этому моменту файл закрыт. Видите? Почему? Потому что это прописано в exit файла как контекстного менеджера. Закрыться. Очень удобно. Вы начали читать из файла какая-то ошибка, еще что-то, какой-то exception случился, но он всегда закроется. А так зависит от залиплента открытым. Не дай бог буферанец сбрасывается, если он открыт на запись. Ну, в общем, файл рекомендуется читать из файла с оператором with вот именно в этой форме. Это так, вот так рекомендуется делать. Ну, так вот. В общем, есть, то проклоус можно за вас. Да. Проклоус можно не думать, его сделают за вас. Причем всегда, а не только в том случае, если вы не упали по exception по ходу. Все равно закроется. При выходе из контекста все равно закроется. Вот. Значит, текст, да. Смотрите, текст, допустим, четвертая, пятая. Это N, да, Орд. В кодировке Hex. В кодировке, которая принята внутри питона, которая похожа на ту, что мы увидели в стандартном Unicode, вот здесь вот, в Uniview, да, похоже, что это у CS16. В кодировке, которая принята внутри питона, это 0x4,1d. А в кодировке, которая принята в УТФ8, это, извините, D09d. Совсем другая. Почему? Unicode такое, а это сякое, да, вот, вот. Зато тут четко код страны, код символа, но это уже, как бы, это уже, ведь они все на D0 начинаются. Вот. другая кодировка и это преобразование происходит помимо вас. Хорошо это или плохо? А вдруг там не текст? Вдруг я хочу прочесть картинку, да, вот, написать что-то типа open o.png, наверняка же у меня есть файл под названием o.png, .read. О, он говорит, что-то я не могу картинку из УТФ8 перекодировать. неудивительно. Окей, а что нужно в этом случае делать? Объявлять, что этот файл бинарный. То есть, говорить, что он B. И тогда у нас все будет, все будет хорошо. Что? Может, его там нету, этого o.png. А, господи, read B, B binary. Если вы указываете параметры, как это, режим открытия файла, то там должно быть написано, что он read. Я забыл сказать. Текстовый, да. А это был бы текстовый. Нет, там много чего бывает. Просто, смотрите, там бывает довольно много всего. Просто нам не хватает времени. Я думаю, что вы все это прочтете и сами. Тут не так сложно. А это одна строка? Ну, в смысле, строка. Это один такой объект, если вы про это. Я думаю, что мы все читали, про вот это вот Rb. Там все эти параметры, и, допустим, если было бы убрать, ну, то B. Да, 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 да. Это одна строка, просто набор-набор таких вот птичьих символов. Гвида это очень любит. Это пришло из еще сишных времен. Вот. В очень многих местах мы встретим вот такую строку, в которой прям по-буквачкам описана параметризация того, что мы делаем. Вот. Вот, смотрите, вот эта картинка. Узнаете? Я тоже не узнаю. Вот. Но это она. Давайте мы посмотрим, какой у нее тип. Ну, в общем, к бабушке не ходи, я точно знаю, какой у нее тип. Это байт. Это те самые строки, которые байтовые. Да? И это значит, что мы можем работать с ней по-байтно. Вот это все. Вот. То есть, то есть, при чтении из текстового текстового файла происходит постоянное перекодирование, а при записи постоянное перекодирование в обратную сторону в текущую локаль, а при работе с бинарным не происходит. Но тот факт, что файл бинарный и что он текстовый, это то, как вы сказали. Сказали open b-rb бинарный, сказали open rt текстовый, сказали open vb бинарный запись. в общем, 20. Нет понятия, нет, невозможно определить файл бинарный или текстовый, пока вы сами не попытаетесь его так или иначе прочесть. Так, между прочим, я все сказал. На эту тему дайте идти дальше. Дальше у нас вот что. Дальше у нас стандартный ввод и вывод, который есть stdin, stdout, stdr. В действительности вы можете читать стандартного ввода как из файла. Написать вот так вот sys.stdin.read ну скажем 10. остальное Python сожрал, чтобы оно к нам в командную строку не влезло. Вот он прочел 10 букв со стандартного ввода. Это такой файл. Но я думаю, что у вас всех это было же на осях. Это же все всях было там вот stdin, это обычный файл, из него читаешь. Надо только понимать, что с точки зрения Python stdin это текстовый файл, из него тоже происходит преобразование. Потому что когда мы говорим скажем input, ну вот сейчас, да, о, кстати, он, видите, дочитал. Когда мы вот сейчас напишем русские буквы, да, вот, вот, то мы напишем русские буквы в нашей кодировке UTF, а Python их преобразует в свой Unicode. То есть stdin stdout, stdr это файловые потоки текстовые. Если вы хотите читать из файлового потока побайтно, то это тоже можно сделать, потому что у этих штук есть поле буфер, которое да, да, но это не файловый дескриптор, это и оврапперы так называемые, ну вот да, вот смотрите, вот тексты овраппер, а это буфер-ридер, вот, это ни о чем не говорит, кроме того, что у каждого у них есть способ читать не, без, без, без текста в ИО, просто напрямую, и тогда, вот, вот, если мы читаем отсюда буфер, да, то это будет 10 именно байтов, о, вот они, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, вот, обратите внимание, что вот здесь, вот прочелся этот самый УТФ-8 Д0-Б9, видите, как ввели, так и прочли, никакой конверсии, вот, так, что надо знать для решения одной из дамаж, что если вы используете перенаправление ввода, то тот же самый std-in, который у вас был вводом, и по которому, например, sik не работал, он говорит, не, поэтому std-in сикать нельзя, но если вы перенаправление ввода используете в программе, то, естественно, можно, давайте, прям скрипт напишем, так, не, не работает, ну ладно, работает, ну что там, вот, да, вот этот код заработает, этот код заработает на, он, он, он вот здесь вот свалится, если мы будем читать со стандартного ввода, а если мы будем читать из файла, не свалится, проверяем, false, значит, как только я сейчас нажму control D, он отвалится, вот он, вот он его вывел, а вот он, да, а теперь вот так делаем, пожалуйста, вот он сработал, один и тот же стадоин, но поскольку он оказался файлом, питон проверил, что он сикабл, и нормально на нем выполнил сик. Что? Что? Ничего не знаю про плюсы. Ваз. Мне кажется, что в плюсах так можно, но если вы работаете не с cints out, которые страшно обернуты, а с непосредственно с дескриптором 0.1.2, там все, конечно, будет точно так же, потому что, ну это как вот на осях, вы же писали на осях pipe, да, как там это делается, мы закрываем дескриптор 1, закрываем, у одного процесса закрываем дескриптор 0, у другого, дальше открываем pipe, и поскольку у нас свободный дескриптор 1, он внезапно оказывается дескриптором 1, а здесь дескриптором 0, и дальше мы просто пишем стандартный вот, читаем со стандартного вывода, а то, что это pipe, на самом деле, об этом никто не знает, пока не проверит. И то же самое с файлом. Так и здесь нельзя. Ну, короче, по cints out точно нельзя, а по 1.2 точно можно, я вот к бабке не ходил. Так, если заходить чуть дальше, есть более универсальный интерфейс, который а чему не понравилось, должно работать. есть чуть более универсальный интерфейс, который называется stringo.by.co, вот, который вообще так устроен, что вы можете открыть файл в памяти и туда писать. Точнее, файловый объект, поддерживающий операции. Write, read, print, кстати, можно в принте сказать файл равно куда, sq, и прямо в память писать, очень удобно. Вот. Я так несколько раз делал. Вот. в поток. Ну, давайте это сделаем, времени нет, совсем. да, 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 только не snprintf, потому что там-то это другая функция, и там вы реально указываете, что она работает с файлом, давайте я все-таки это сделаю, да, io. f равняется io.stringo, допустим, и вот эта штука, она является файловым объектом. f.write туда что хочешь можно положить. Вот, пожалуйста, 7 каких-то этих самых было туда записано, или там, не знаю, ну, вы поняли, короче, да? Да, 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 только он в памяти. Это на самом деле не файл, это такой объект, который соответствует протоколу файлового объекта, и поэтому с ним можно сделать что хотите, а потом сходить и сказать. Вот. Да, такой интерфейс для работы, причем, это видите, это не просто строка, потому что мы туда в write можем делать. вот мы засекали, давайте сейчас еще раз. Это круче, чем строка. Вот будете делать домашку, и узнаете. а, запятая. Это нужно, когда вам, например, надо работать с некоторым объектом, как с файлом. а почему мы делаем сик, потом write, потому что мы сделали сик на ноль. Мы перемотали файл на начало. Да, да, да. Мы сделали сик на ноль, да, там сик один, в смысле сик можно еще указывать относительно чего позиции, но давайте мы это тоже оставим. Да, 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 да. Вот. Окей, мы умеем работать с байтами или с текстовыми файлами. Мы все еще не можем ответить на вопрос, как записать питоний объект в файл. Строху можно записать. Сделать print, а потом input, например. Еще и eval. Но, объект как файл записать. Вот у нас есть например, не знаю там, объект. Просто число. Неа. В чем проблема? Проблемы две. Если мы просто хотим сложить пачку объектов, которые у нас есть в питоне в файл, чтобы потом оттуда их прочесть, как пачку этих самых объектов того же самого типа, нам нужна не только контент этих объектов, но и мета-информация о них. Мы должны уметь записывать тип объектов тоже. Эта процедура называется сериализация, то есть превращение объекта в некоторое представление пригодное для передачи и последующей десерилизации. И этим занимается модуль, который называется пикль. Вот. И который, в общем, очень простой. В нем, грубо говоря, четыре функции. dump – это значит задампить файл, dumps – это значит задампить в строку, load – это значит загрузить из файла, loads – это значит загрузить из строки. И теперь мы можем сделать так, пикль. пикль. дамп с. Что мы хотим? Давайте почитаем к нему документацию, я забыл. общ – просто общ. Да, общ. Да, общ. Так, пикль. точка дамп с. Вот какая-то, какая-то шняга. Обратите внимание на то, что это какие-то байтики. Давайте попробуем 11. Ага, 12. 13. Ну, короче, вот. Да? Это похожий тип, это похожий какая-то сигнатура, а там в конце похоже что-то. Ну, вот. Этот формат претерпевал всевозможные изменения. Если мы сейчас напишем что-нибудь типа того, мы увидим. Во. Попробуем строку задампить. Ууу. то есть этот формат претерпевал всевозможные изменения, но общий смысл понятен. У нас в файле хранятся и объекты, и информация над ним. И, естественно, мы можем сделать вот так вот with open. Обратите внимание, какого типа строка. Разумеется, она двоичная. Разумеется, без какого бы то ни было перекодирования. open, ну, скажем, все тот же o, как write binary sf pickle .dump уже на этот раз не s. Что сначала, что потом? Непонятно, что сначала. Обж или файл? Что куда или куда что? Давайте попробуем. Попытка не пытка. f, ну, скажем, какую-нибудь страшную штуку. Ага, спасибо. Вот. Ну, видимо, сработало. Давайте еще что-нибудь задампим. Не-не-не, он, а, вы хотите сказать? Нет. 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 Что, неправильно? О, да? Давайте мы еще что-нибудь туда, туда в дампим, какой-нибудь. picle.dump это пикль был, я тороплюсь. .dump ну, и, допустим, какую-нибудь строку туда же. Вот. Вот он закрылся, этот файл. У него там что-то лежит. Оно еще загзиплено, походу, немножко. Вот. Теперь давайте его откроем, да, значит, f равняется open o как read binary, нарочно делаю без вис, просто чтобы можно было в командной строке все это делать, да. picle.lot f и это прям объект. Давайте еще раз. Это прям объект. Это словарь. Да? Вот. Вот. И как бы можем еще раз оттуда прочесть, потому что там еще один объект лежит. А это строка. Вот. Сериализация. Сериализация на самом деле штука небезопасная. Если вы не знаете, что лежит в файле, не надо пытаться его десериализовать. У нас совершенно не хватает времени на то, чтобы посмотреть, как стерилизовать экземпляры класса, но идея состоит в следующем. Сам класс у вас должен быть, вот пример, сам класс у вас должен быть определен в пространстве имен. И если класс в пространстве имен есть, то сделать экземпляр класса как нифиг делать. Мы берем, передаем init все его параметры. Да, вот. Вот. Если сам класс есть, то, в общем, десериализовать и стерилизовать его очень легко. Вот. Помните, мы говорили о том, что Eval input небезопасная операция, да? В формате описания, формат описания пикль не тестировался вообще никогда на наличие уязвимостей. Да? То есть этот формат приводит к исполнению какого-то кода вообще-то. Например, к созданию объектов определенных классов. Исполнение произвольного кода. Это вот то, чем мы пропустили, что можно запиклить и распиклить экземпляр класса. Если у вас соответствующий класс есть в этом самом, в namespace. Мало ли, какой класс он там распиклет вам. Вот. Значит, тем не менее, мы не ответили на вопрос, как записать один, черт побери, один, просто один объект файл в виде байтов. Как записать число 10 в файл в виде байтов? Не ответили мы на этот вопрос. Мы на любые вопросы ответили, кроме этого. Казалось бы, какая простая штука. Берем вот как в си память, в которой лежит наш объект и записываем ее в файл в виде, хорошо, в виде байта. Байтс, байтс. У нас есть специальный тип. Вот так и сделаем. Какие проблемы? Проблем на самом деле несколько, и мы сейчас их увидим. Давайте начнем с конца. Давайте сначала мы посмотрим, как это делается, а потом посмотрим, в чем проблема. Есть такой модуль, он называется struct. Это еще один модуль, в котором любимый гвидоптичий язык задания типов используется. Мы сейчас их увидим все. И вы можете с помощью structа превращать любые объекты в их представление в памяти в виде binary string, в виде bytes. И этот байт записывать куда хотите. Делается это так. Struct давайте сходим одним глазком глянем. Фактически вы как бы описываете сишную структуру, а вам выдается ее представление в виде bytes. Такого типа бывают такого типа это форматный символ, а это тип, который вы используете. Такого типа бывают данные, которые можно упаковать с помощью struct. И мы можем сказать так. пэк. Сначала указываем что? Ну скажем, целое число байт. Половинное целое число, то есть двухбайтное, скажем беззнаковое. Ну и слово целое число скажем тоже беззнаковое. Вот. И это значит четыре объекта, целое число сто пятьсот, байт со знаком значит меньше чем двести пятьдесят здесь вместе чем сто двадцать пять, ну скажем сто половинное целое меньше чем беззнаковое значит можно написать шестьдесят четыре тысячи шесть шесть пять пять три пять скажем вот так да и что там дальше снова целое шесть шесть пять пять три пять да вот так да да вот и снова целое ну не знаю там беззнаковое Это целое беззнаковое, поэтому пускай будет 1, 2, 3, а первое целое можно быть со знаком. О, минус 100 вот здесь. Вот, пожалуйста, нам мы описали, в каком формате должны быть представлены наши объекты. Целое, 4-байтное. Один байт и то, и другое является числами со знаком. Другом, 2-байтная половинка без знака и целая без знака. И вот они превратились в эту. Значит, смотрите. Вот это вот. 0, 1, 8, 8, 9, 4. 1, 8, 8, 9, 4. Обратите внимание на порядок байтов. Он внезапно почему-то перевернулся. Дальше. На самом деле 0, да? Значит, это число выглядит как 0, 0, 0, 1, 8, 8, 9, 4. Потому что 4 байта нужно. Вот эти 4 байта. Дальше что? Один байтик. Один байтик это 9С. Дальше 2-байтное число, 100, 500, но оно выровнено. Вспоминаем курсы архитектуры ИВМ. Мы не можем запихать в некоторых архитектурах, а в некоторых можем. Запихать 2 байта по нечетному адресу. Поэтому нам пришлось выровнять, вставить сюда нолик. Потом вписали 100, 500. Сейчас. Да. А, нет. Что я несу? 100, 500 это число. Господи. Байтик минус 100. Это 9С. А здесь 6, 4, 4, 5, 0. Да? Вот она. ФС 26. А, 5, 5, 0. Сейчас. А почему не так? Где 26? 6, 4 вижу, 5, 0 не вижу. 6, 4, 5, 5, 0. А, вот 26. Ага. Вот 26. Все нормально. Это же байтики. Мы тут смотрели в шинстеричном представлении, а здесь у него есть символ соответствующий. Почему нет? Все поняли? Ау. Вот 26. Вот, вот это число, это и есть 6, 4, 5, 5, 0. Это ФС, а это 26. Порядок, как обычно, обратно. Потому что их там всего два на самом деле. Вот это первый, а вот это второй. Да, бэкслэш Икс ФС это один байт с кодом ФС. А вот это, это другой байт, равный вот этому самому амперсендику. Да, да, да. Это значит представление, что на сетеричное. Ну вот. Вот, короче говоря, при такой упаковке мы встретились сразу с двумя проблемами, которые, собственно, отвечают на вопрос, почему бы нам не взять и не записать это представление прямо в файл. Первая проблема, это порядок байтов. Тупоконечники и остроконечники, да. Энденес, энденес, биг энден и лоден, элитл энден. Я думаю, опять же, на архитектуре АВМ от вас это было, да. А в каком порядке, вот у нас есть 4 байта, а не как вот с самого начала нулевой байт, это какой? Первый байт числа, последний байт числа. Вот. И на разных архитектурах представление это разное. Более того, вам скажу, при передаче по сети, это еще тоже другое представление, при передаче по сети литл энден используется. Вообще-то. Вот. То есть, при передаче по сети в правильном порядке это все происходит. А вот, например, при записи, конечно, биг энден удобнее, чтобы у вас большое число и маленькое число были одинаковые. Вот вы прочтили, там единичку и там единичку. Ну вот. А вторая проблема, это падинг, выравнивание. На разных архитектурах, в зависимости от того, какой у вас процессор, то нужно вставлять этот нолик, то не нужно. Потому что иначе не прочтется. Короче говоря, в этом формате данные бинарные несовместимы на разных, в зависимости от того, какая у вас архитектура вашего компьютера, там ARM, PCUK, какой-нибудь RISC-5, вот это вот все. Могут получиться разные результаты. И никак об этом не сказать. Вот. В остальном это, конечно, очень-очень прогрессивная штука. Если вы работаете в рамках одной и той же архитектуры, то, значит, прямо можно, вот именно так можно взаимодействовать с любыми программами, которые записывают бинарные данные, именно с помощью struct. Вот. Мы с вами сделали пэк. Ну, давайте ради интереса, давайте ради интереса сделаем анпэк. Да, два аргумента, давайте почитаем. А, формат же, господи. Что ж, да, 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 формата. В отличие от, в отличие от этого самого пикля, естественно, никакой лишней информации. Только байсинг, только тот контент, который, вот. Ну и вот вам, пожалуйста, все те самые числа, которые мы описали. В том виде, в котором мы их задавали. Вот, значит, пока у меня в этой лекции было меньше примеров, мы успевали разобрать пример, который разбирает ПНГшечку, но мы уже не сможем это сделать. Вот. И последнее, что я хочу сказать. Значит, вот этот, у нас времени уже нету, да, у нас ровно прошла лекция. Значит, вот на это нету времени, давайте мы это посмотрим только на пальцах. Мы еще можем считать, что файлы, мы пытаемся говорить о работе с файлами. Файлы – это такой способ хранения данных для работы программы. Ну, потому что памяти мало, файлы могут быть большие, записал, работай с файлами. Если файл – это не такое место, откуда мы просто все считываем в память, работаем, а потом все записываем в память, нам может захотеться, чтобы работа с самим файлом, особенно с очень большим, была как-нибудь оптимально быстро устроена. Например, как у базы данных. По ключу записываем, и он очень быстро ищет место, и по ключу записываем. Вот для этого существует модуль DBM, который ровно так и устроен. Он открывает базу данных конкретную, в формате либо Berkeley DB, либо Gnuziby, кажется, Gnuziby по умолчанию. Вот. Который доступ осуществляется по ключам. Вот мы ее открываем, эту базу. Там есть специальный модуль create, создать. И дальше пишем, как в словарь, прямо как в словарь. По ключу Q, пишем RT, по ключу SD, пишем вот. Соответственно, а потом читаем. То есть с точки зрения питона, это выглядит как словарь, а с точки зрения вот этого модуля, это на самом деле база данных, индексированная. Обратите внимание, что когда мы читаем, чтобы мы туда не записали, мы читаем оттуда байты. А вот это преобразование делается, ну, как обычно, из текущей локали. Этот интерфейс бывает удобен, когда вы хотите очень быстро работать с файлами, как с большим хранилищем, не хотите хранить все в память. Ну, собственно, база данных. Вот. И последнее, что я хотел сказать уже совсем без приведения примеров, что в действительности есть очень много в питон встроенных, а еще больше не встроенных, а находящихся на PPP, Python Package Index, модулей, которые поддерживают работу с файлами известной структуры. Ну, если вы заранее знаете, что это, допустим, zip-архив, то вы можете с ним работать как с zip-архивом, открыть его как zip-архив, просмотреть список объектов в этом zip-архиве, открыть файл внутри zip-архива как файл, работать с ним как с файловым объектом. Вот. Видите, да? Правда, на чтение, на запись, кажется, нельзя, только на чтение. Но вы можете читать из файла, находящегося внутри zip-архива с помощью обычного опыта, там, read, read, tell, seek, вот это все. Да? Ну и так дальше. Распаковывать. Вот. То же самое с старым архивом, то же самое с zip-архивом, ну, короче, их там очень много, правда. Отдельно хочу, просто к слову пришлось, не имеет отношения к сегодняшнему разговору. Обратите ваше внимание на модуль zip-ап, который позволяет упаковать в один zip-архив вашу программу на Python, а также все модули к ней в один файл. И этот файл запустить из другого Python. Вот. Вот это вот такая штука, просто поглядите в нее. Все. Мы, конечно, пробежались слишком голубым, но я рассказал все, что хотел. Вот. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Домашнее задание будет по кодировкам, по стракт, по модулю стракт, и по модулю tarfile, который работает с архивом tar. Вот. Вопросы? Это вы все время задавали вопрос, как же, нет? Не вы? Я вам не задавал вопрос. Это очень плохо. Вы же знаете, что не задавать вопросов, это плохо. И вы мне задавали вопрос, не лгите. Да-да-да. Нет, просто там действительно был персонаж, который задавал несколько такие чересчур наивные вопросы, действительно. Конечно, можно, но там на самом деле ничего худого нету, просто я думаю, что вы как-то overthink эту проблему, как это по-русски. Слишком много думали над проблемой, чтобы, значит, поверить, что она действительно такая простая. Там надо просто с русского на Python перевести. Так. Да, тут сокращенец настаивает на том, что возня с проектором отняла много времени. Она отняла, но ему и так уже отняли много времени. Вот. Действительно, возня с проектором была неудобной. Тут был вопрос, как считается Intel iN32 от того же сокращенца. Это можно посмотреть. Это был вопрос про стракт. Это можно посмотреть в описании. Там прямо написано Intel iN32. Вот. Сейчас не буду это смотреть. Если вопросов больше нет, тогда всем спасибо. В следующий раз у нас... Да. В следующий раз у нас две очень непростые и интересные темы метакласса и аннотации. Просьба на них приходить, потому что по ним будет домашнее задание. Это последнее домашнее задание в этом сезоне. Да. В следующий раз будет последнее. Нынче предпоследнее домашнее задание. В следующий раз будет последнее. Я не готов вам давать домашние задания, у которых дедлайн заканчивается в зачетную сессию. Не за что. Соответственно, в следующий раз будет сложно. Как это? Готовьтесь продолжать скрипеть мозгами. На этом, наверное, вот теперь действительно все.